Девушки отдыхают Матчи Казанского Акбарса в континентальной хоккейной лиге и сборной России по футболу в отборе на чемпионат мира. Студенческая футбольная лига, второй тур, КФУ, КГСУ. Чемпионат Республики Татарстан по баскетболу, первый тур, КФУ против технологического колледжа. Спартакиада первого курса Казанского университета, плавание и шахматы. Обзор первых матчей Кубка университета по мини-футболу. Традиции не нарушаем и эту неделю, как обычно, начинаем с обзора игр Казанского Акбарса. И в этот раз со сборной России по футболу, которая отбирается на чемпионат мира, естественно, по футболу. Как сборные Квартального и Карпина провели эту неделю, расскажет далее подробнее в своем обзоре Амир Савиров. 5 октября Акбарс у себя дома принимал «Минская Динамо». Зрители на Татнефть-арене увидели настоящую голевую перестрелку. Первый период завершился ничьей 1-1. Авторы голов Матиас Тендебю и Николай Коваленко. Второй отрезок игры тоже был результативным. Дважды отличился Акбарс благодаря голам Ильи Сафонова и Никиты Даника. И один раз минчане. Автор Кирилл Воронин. «Динамо» сравнял счет в третьем периоде. Грубая ошибка вратаря Акбарса Игоря Бабкова привела к третьей пропущенной шайбе казанцев. Для выявления победителя потребовался овертайм, в котором все завершилось на 15-й секунде шайбой Тендебю. 4-3 победы гостей из Минска. Два дня спустя в Казани гостил магнитогорский «Металлург». Равный первый отрезок закончился шайбой Дмитрия Кагарлицкого за 24 секунды до конца периода. Вторая тройка нападений Акбарса организовала отличную комбинацию. Девятому номеру казанцев оставалось лишь попасть в пустые ворота. 1-0. На 30-й минуте матча быстрая атака гостей завершилась шайбой Брэндона Лейпсика в ассистентах Филипп Майле и Анатолий Никонцев. Чуть меньше пяти минут спустя та же тройка «Металлурга» соорудила второй гол и вывела свою команду вперед. Никонцев отлично сыграл на добивании. Ассистировали ему Майле и Лейпсик. 1-2. В третьем периоде казанцы имели хорошие шансы отыграться. Забить не получилось. За минуту до конца матча Акбарс бросил все силы в атаку. Поменял вратаря на шестого полевого. Но воспользоваться численным преимуществом хозяева не смогли. Денис Зернов выбежал к пустым воротам и не промахнулся. 1-3. Акбарс потерпел второе домашнее поражение подряд. 8 октября сборная России в Казани проводила свой седьмой матч в отборе на чемпионат мира. В соперниках сборная команда Словакии. На протяжении всего матча игра шла полностью под контролем гостей. Словакия владела мячом и имела гораздо больше моментов у чужих ворот, чем сборная России. Если бы не автогол Шкринера на 24-й минуте, то у подопечных Валерия Карпина были бы большие проблемы с набором очков. Арсен Захарян простреливал с левого фланга и центральный защитник Словаков подправил мяч в свои ворота. Во втором тайме вышли Антон Заболотный и Даниил Фомин. Но и у них не получилось создать что-то опасное у ворот соперника. Словакия раз за разом проводили свои атакующие выпады. Но спасал Матвей Сафонов. Матч закончился победой сборной России со счетом 1-0. 10 октября Акбарс начинал свою выездную серию матчем с Борисом. Казанцы вышли вперед на два гола. Сначала Кристиан Хенкель в большинстве здорово попал от синей линии. А после уже сработала связка Галимов-Кагарлицкий. И последний поразил ворота. Минуту спустя хозяева сравняли. Якуб Берглун добил шайбу с пятака после броска Эрика Мартинсона. 2-1. Второй период полностью остался за гостями из Казани. Забивали Николай Коваленко, Кирилл Панюков, Данис Зарипов и Дмитрий Кагарлицкий. У хозяев отметился только Валерий Орихов. Последний отрезок запомнился голом Егора Шалапова на первой минуте. Как итог, 6-3 победа Акбарса. 11 октября сборная России провела матч отборочного цикла уже против сборной Словении в гостях. Команда Валерия Карпина здорово начала игру. К 32-й минуте вела уже в два гола. На 28-й Игорь Дивеев забил первый мяч после навеса со штрафного от Даниила Фомина. Четыре минуты спустя Георгий Джики выждал момент и шикарным ударом через тебя организовал второй гол. 2-0. В конце тайма Йосип Ильичич смог сократить разрыв в счете и сделал счет 2-1. Во втором тайме сборная России хорошо оборонялась и не дала соперникам сравняться. Подопечные Карпину набрали три очка и вышли на первое место в группе. Благодаря ничьей сборной Хорватии в параллельном матче. Амир Сабиров. Неделя спорта. От мировых тем переходим к студенческим. На стадионе КАЕ «Олимп» сборная Казанского федерального университета провела свой второй матч в рамках студенческой футбольной лиги по футболу. Заперник – Казанский государственный архитектурно-строительный университет. За ходом матча наблюдал Евгений Алмазов и прямо сейчас в своем сюжете расскажет обо всем, что там было. 7 октября на стадионе КАЕ «Олимп» прошел матч между КФУ и КГСУ в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Эти две команды уже не раз встречались в этом турнире в прошлом сезоне, но тем интереснее был данный матч для болельщиков. В начале первого тайма федералы включили активный прессинг. Однако архитекторы не растерялись, и после череды ошибок у ворот противника счет на 10-й минуте открыл Максим Бочек. Ко второй половине первого отрезка команда начали играть более жестко, вследствие чего последовало большое количество нарушений. Против хорошей игры в атаке у Казанского архитектурно-строительного университета федералы смогли противопоставить сложную игру в обороне. Первый тайм выдался очень скомканный. Атаки в основном проходили под диктовку архитекторов, и обилие навесов у Казанского федерального не сулили никакой перспективы для реализации моментов. И как итог – 1-0 после первого игрового отрезка. Второй тайм выдался достаточно жарким по накалу страстей. После жесткого стыка в середине второго игрового отрезка травмировали сразу два игрока – Андрей Иванов из КФУ и Иван Вильданов из КГСУ. Тем самым из-за пары вынужденных замен инициатива перешла в руки к игрокам Казанского федерального университета. Все время наслаждаясь своими атаками вратарской зоны, федералы все-таки сумели пробить ратаря. На 45-й минуте отличился Максим Евстафьев – 1-1. После этого тренер архитекторов провел несколько тактических перестановок, что и принесло КГСУ победу в данном противостоянии. На 49-й минуте Булат Фейзарахманов сквозным ударом отправляет мяч в сетку в ворот – 2-1. Казанский федеральный университет терпит первое поражение в сезоне и готовится к следующим матчам студенческой футбольной лиги. Сегодня мы проиграли 2-1 в команде КГСУ. К сожалению, были моменты, не реализовали, потому что, не знаю, плохо подготовились. Всегда их выигрывали, были самоуверенны. В этот раз тоже пару игроков наших не было, ключевых, которые… Ну, игра дала знать о себе, то, что без них тоже было сложновато. Новеньких много, сыгранности нет. Поэтому больше тренировок, я думаю, и будут дальше победы. Евгений Алмазов, Глеб Нигмати, Неделя спорта. Теперь о баскетболе. На этой неделе стартовал чемпионат Республики Татарстан, где участие принимает также и Казанский федеральный университет. Свой первый матч, первый тур они провели на паркете Кая Олимп и противостоял им Казанский технологический колледж. Карина Саяхова побывала на этом матче и сейчас подробно расскажет о его ходе. 8 октября на стадионе Олимп стартовал чемпионат Республики Татарстан по баскетболу среди мужских команд. Сборная Казанского федерального университета в первом туре встречалась со сборной Казанского технологического колледжа. На табло только пошел отсчет первой четверти, и КТК моментально ушли в атаку. В самом начале технологи отличились жесткой защитой, тем самым заработали несколько штрафных мячей. После агрессивного старта сборная Казанского технологического колледжа начала играть с осторожностью в обороне и с большим упором на нападение. Федералы, в свою очередь, не смогли сориентироваться на поле и раз за разом отдавали очки соперникам. Первая четверть завершилась со счетом 29 в пользу технологического колледжа. Вторая четверть не порадовала изобилием заброшенных в корзину мячей. Федералы рассредоточились по площади и достаточно хаотично старались заработать очки. КТК, напротив, слаженные жестко пробивались к соперникам. Умело обводили их и забрасывали несколько мячей подряд. К большому перерыву КФУ почти вдвое отстают от противников. 45-25 в пользу технологического колледжа. В начале второй половины игры баскетболисты федерального университета вышли на паркет с активной линией защиты, однако КТК это только явно разодорило. Они раз за разом блокировали федералов. Однако именно это помогло технологическому колледжу остаться в лидерах, несмотря на отчаянные попытки федерального университета сравнять счет путем бесконечной замены игроков и таймаута. Третья четверть завершилась со счетом 60-37. Финальная часть игры всегда обещает быть интересной. Казанские юлбарсы не хотели отдавать победу и активно боролись до конца, однако все предпринятые меры были безуспешны. КТК давно выбились в лидера. Четвертая четверть завершилась счетом 91-60 в пользу технологического колледжа. Несмотря на поражение, федералы держали стойко до последнего. Стоит отметить, что неотъемливый вклад в успешный сход игры принесли новые игроки колледжа. Одним из открытий стал баскетболист Илья Шмидт, который очень уверенно и тактично помог своей команде обрести победу. Играли с КФУ, товарищескую игру, проиграли, к сожалению, на три очка. На этой игре решили вернуть должок и выиграли их. Конкретно были цели отыграть именно командной игрой, но у тренера были другие задачи, и мы играли уже лично. То есть каждый показывал себя. Карина Саяхова, неделя спорта. Вновь в нашей программе спортивное ориентирование, но на этот раз в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан. На этот раз трассу проложили в парке Горького, и далее с места событий обо всем расскажет Наталья Жирнова. Спортивное ориентирование в этом году стало открывающим видом спорта не только на спартакиаде первого курса в Казанском федеральном университете, но и в программе спартакиады вузов Республики Татарстан. Этот вид спорта является одним из 30 в списке представленных соревнований в этом году. Для спортивного ориентирования, в котором главным аспектом является неизученность трассы спортсменами, выбрали не самую глухую местность. Соревнование прошло 6 октября в парке Горького, где собрались спортсмены из 12 вузов. Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан, которая сотрудничает со спартакиадой уже не первый год, заранее для себя выделила фаворитов соревнования. Ими стали Казанский государственный архитектурно-строительный и Казанский федеральный университет. Они каждый год в тройке призеров. Состав участников меняется. В командный зачет идет 8 человек из 10. Некоторые иногда бывают провалы в какие-то года у каких-то участников. Поэтому все-таки это всегда непредсказуемо. И поэтому нет абсолютного лидера. Все зависит на каждом соревновании, могут поменяться. Все действительно зависит от каждого соревнования. Например, в этот раз дистанция получилась более спринтерская, что требует от спортсменов хорошей физической подготовки. А вот сами контрольные пункты организаторы сделали средними по сложности. Это связано с объединением всех ранее существующих категорий лишь в две. В мужскую и женскую. В таких категориях соревнуются как кандидаты в мастера спорта, так и новички в ориентировании. Поэтому было необходимо усреднить дистанцию, чтобы у каждого был шанс показать хорошие результаты. Тем не менее, тройка победителей в женской категории стали мастера и кандидаты в мастера спорта. Первое место забрала Дарья Власова из архитектурно-строительного с результатом 10 минут 11 секунд. Следом за ней идет студентка Казанского федерального университета Мария Томен. До золота ей не хватило всего 8 секунд. Ее результат 10 минут 19 секунд. Было несколько подъемов и на подъемах я уже отставала. То есть было тяжеловато в горке бегать. Ну и к тому же практики, наверное, потому что я знаю, что многие здесь уже бегали по этому парку. Я здесь впервые, так как сама тоже не из Казани. Столько гуляла, а вот так, чтобы бегать. Поэтому был интересный опыт, дебют. Третье место заняла Юлия Зимина из Кагасу. Дистанцию она пробежала за 10 минут и 34 секунды. В мужском зачете результаты следующие. На третьем месте расположился Даниил Шабалов из Казанского технологического института с результатом 11 минут 46 секунд. Кстати, Даниил не имеет никакого спортивного разряда. Следом на втором месте оказался Николай Борисов, студент Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Его результат 11 минут и 22 секунды. И абсолютным лидером стал Андрей Бородин из Казанского государственного энергетического университета с результатом 11 минут 19 секунд. Как и ожидалось, в командном зачете лидерами стали КГСУ и КФУ. С небольшим отрывом в 22 балла первое место занимает архитектурно-строительный. Следом за ним Казанский федеральный. И бронзу соревнования забирает университет физической культуры, спорта и туризма. Наталья Жирнова, Диана Жданова, Неделя спорта. Спартакиада первого курса продолжается. На этой неделе разыграли комплекты медалей еще в двух дисциплинах. Шахматы и плавание. Наши корреспонденты были на месте событий. Сейчас подробно расскажут, что там было. 10 октября состоялась встреча шахматистов-первокурсников в формате студенческой спартакиады. Играли в обновленных залах уникса, пестрящих атрибутами шахматной тематики. Соревнования проходили с полной эмоциональной отдачей участников. С первых секунд застучали фигуры и кнопки часов. Первые минуты ознаменовались яростными атаками. Обе стороны конфликта бросались в наступление, не щадя фигуры. Игроки менялись, буквально не глядя слонов на пешке, а за ферзя просили ладью. Зрелищных моментов не пришлось долго ждать. Те фигуры, которые пережили убийственный обмен, метались по полюсея хаос в рядах противника. Девушки играли отдельно от парней, но также охотно подхватили наступательную традицию однокурсников. Подобные блицкриги приводили к преждевременным и неожиданным финалам. Извлечь выгоду из творящегося на досках смогли сборные института в физике и фундаментальной медициной биологии. Именно их команды окончили первую половину соревнований с наибольшим числом очков. После перерыва сборные умерили свой пыл, поутихли и начали выстраивать оборонительную стратегию. Длинным атаком через всю линию поля пришли на смену рывки на несколько клеток. Редко кому из участников и участниц удавалось неукоснительно следовать собственной стратегии. Миттельшпиль пресекал несмелые попытки наступления и уводил игроков в глухую оборону. Со стен портрета Александра Алеохина, Тиграна Петросяна, Анатолия Карпова смотрели на попытки молодых шахматистов повторить их подвиг. И некоторым ребятам это удавалось. Учащиеся ИТИСа, к примеру, окончили вторую половину игр с девятью очками. Обеспечили себе место в тройке победителей. Самыми быстрыми и расчетливыми оказались студенты из института физики. Ребята сумели сохранить превосходство до последнего удара стрелок. Почетное второе место получили первокурсники и первокурсницы из ИТИС. Выверенные стратегии и хладнокровие помогли им показывать весь чемпионат хорошие результаты. Замкнул тройку победителей ИМО. Шахматная сборная одержала заслуженную дипломатическую победу. Егор Белоусов, Салия Гизатова, Сабина Рамазанова. Неделя спорта. Очередной соревновательный день в рамках спартакиада среди первокурсников Казанского федерального университета выполнен 10 октября. Первокурсники состязали за звание самого быстрого. Но на этот раз в воде, в рамках соревнования по плаванию. Всем плавцам предстояло преодолеть дистанцию 50 метров в стандартном бассейне. На выбор были даны три стиля. Кроль на груди, брас и кроль на спине. Тем не менее, большинство спортсменов отдали предпочтение к роли на груди. В связи с усилением коронавирусных ограничений, участникам рекомендовалось сразу же после своих заплывов покидать бассейн. А также было заранее известно, что награждение проводиться не будет. Самый лучший результат показал Александр Рыжков из набережной Челнинского института. Дистанцию 50 метров он преодолел за 26 секунд и 25 соток. Имея уже разряд кандидатов в мастера спорта, он не оставил ни единого шанса для других пловцов. В итоге Рыжков был быстрее на целую секунду Макара Алексеева, который представлял Институт управления экономики и финансов. А Данилу Класину, представитель Института фундаментальной медицины и биологии, не хватило всего лишь 22 соток, чтобы оказаться на второй строчке. Ощущение, когда год не плаваешь и приходишь сюда, не тренируясь, когда тебе просто говорят, что вот сегодня, типа там завтра соревнования, подготовься хоть как-то морально хотя бы. И приходишь и вот весь максимум, который у тебя есть, что помнят мышцы. Ты плывешь и, ну, либо чувствуешь воду, либо не чувствуешь. Но лично я считаю, что для того, что я как год не плавал, я проплывал хорошо. Среди женщин сильнейшая оказалась Софья Егорова из Института вычислительной математики и информационных технологий. Ее результат 30 секунд в 18 соток. Она была очевидным лидером. На старте заплыва она взяла большой отрыв от соперниц, а своим результатом она задала высокую планку в турнирной таблице. Второй финишировала Александра Хухарева, студентка Института математики и механики с результатом 31 секунда 66 соток. Следом расположилась Яна Матвеева, спортсменка из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Места в общем командном зачете складывались из-за результатов и мужчин, и девушек. Таким образом, золотая медаль отправилась в команду Института управления экономики и финансов. Серебро досталось Институту информационных технологий и интеллектуальных систем. А замкнул тройку лидеров Институт фундаментальной медицины и биологии. Яна Урядова, Матвей Туваев, Неделя спорта. Переходим к главному событию этой осени, а именно к Кубку университета по мини-футболу. Сыграно в этом турнире уже три матча. Начиналось все с 1-16 финала, а теперь уже известна пара четвертьфиналистов. Более подробно о том, кто получил первые путевки в следующую стадию турнира, расскажет Адель Хайсаров. Очередной розыгрыш Кубка университета стартовал с матча 1-16 финала, где по итогам жеребьевки встречались сборные Института геологии, инфтегазовых технологий и Института вычислительной математики и информационных технологий. Игра получилась обоюдоострой. На опасные забросы математиков, которые редко доходили до акцентированного завершения, геофак отвечал опасными контратаками, в одной из которых после красивого перехвата в подкате Аделя Фарахова и сольного прохода Мамаду Магана прострел последнего замкнул Сеймур Османов, поразив лишний угол ворот. После этого футболисты Ивмита понеслись вперед и за несколько секунд привели сразу две опасные атаки. Однако мяч по-прежнему не шел в створ. Такая опасность у своих ворот дала понять, рано расслабляться. Геологи моментально провели вторую голевую атаку уже в своем фирменном стиле. Все то же Аделя Фарахов перехватил неточный пас соперника и отдал мяч Мамаду Магана, а тот, заметив, что не имеет сопротивления, нанес дальний удар в правый нижний угол. Как итог, 2-0 перед вторым таймом. После перерыва Ивмита нужно было идти вперед, но игра в атаке совершенно не клеилась. Геологи, обладающие более глубокой скамейкой, на протяжении всего тайма создавали опасные моменты и воспользовались своим преимуществом. Сначала Саимур Асманов сделал дубль после розыгрыша стандартного положения, а окончательный счет установил Ярослав Шабыров, который обокрал защитника и реализовал выход один на один. 4-0. Геофак выходит в 1-8 на сборную Института фундаментальной медицины и биологии. К слову, данная игра открывала очередной этап Кубка 10 октября. С первых секунд новый соперник показал геологам, что игра не будет простой. Защитнику одним парашютом удалось оставить всю четверку геофака неудел и вывести нападающего на ударную позицию. Но мяч после удара пролетел мимо ворот. Медики провели удачный стартовый отрезок. Однако счет открыл шестой номер геологов. Футболисты Ивмиба неудачно разыграли угловой, а Адель Фарахов оказался быстрее двух защитников и вышел на рандеву с ротарем, пробив правый для себя угол. Практически тут же медикам удалось сравнять счет. Проход с смещением в центр и удар в притирку со штангой от Михаила Берлова помог команде выровнять положение. Через несколько минут Ивмиб имел шанс выйти вперед. Бахаркет Бернардо сходу пробил по отскочившему мячу, который угодил в перекладину. Не забиваешь ты, забиваю тебе. Уже в следующей атаке Сейму Расманов перехватил мяч и прострелил на Эмиля Закирова, который перевел игровой снаряд в пустой угол ворот. А через 30 секунд геологи увеличили свое преимущество, реализовав стандартное положение. Последнего мяча коснулся Мамаду Магана. В концовке тайма футболисты Ивмиба провели быструю контратаку. Однако мяч угодил штангу. 3-1 после первой 20 минутки. На второй тайм медики вышли с огромным желанием отыграться и прижали своего соперника к воротам. Однако Геофаку вновь хватило лишь одной контратаки. Четвертый гол стал повторением первого. Снова неудачный розыгрыш уголового. И Сеймура Османов реализует выход 2-0 без шансов для вратаря. Пропущенный мяч заставил уйти футболистов ва-банк. После очередного попадания в каркас ворот и таймаута лотарь был заменен на пятого полевого игрока. Давление на ворота Геофака усилилось, что почти сразу дало результат. Прервав прострел Мохаммеда Алкади, Даниил Блешаков перевел мяч в створ собственных ворот. Разрыв в счете сократился от двух мячей. Давление медиков не снижалось. Вдобавок геологи заработали пятый командный фолл. Этот факт заставил футболистов Ивмиба сильнее поверить в возможный камбэк. Но вера длилась недолго, ведь через несколько минут Эмиль Закиров сделал дубль и восстановил разницу в три мяча. Решающим забитым мяча стало касание Андрея Красненкова, благодаря которому мяч изменил направление и юркнул в уголок ворот. Шестой командный фолл все же случился. И за минуту до конца шарфной удар реализовал Арауху Хаир Велостеги. Финальную точку поставили геологи. Все то же Саимур Асманов после серии рикошетов в падении проткнул мяч в ворота соперника и оформил дубль. 6-3. Геофак в четвертьфинале. Во втором матче 1-8 встречались команды Илабужского института Казанского федерального университета и команды института математики и механики. С первых секунд илабужцам удалось захватить инициативу и в первые 5 минут открыть счет. Ахмарат Бегенжев сделал разрезающую передачу по флангу на Даниэра Сатриддинова, который направил мяч в нижний правый угол. Футболисты из Илабуги не останавливались и продолжали давить. Уже через 3 минуты им удалось забить второй мяч. Вновь отличился Даниэр Сатриддинов, который повторил траекторию своего первого удара и вынудил вратаря ошибиться. Через несколько секунд наконец-то ответил Мехмат. Розыгрыш мяча в центральном круге моментально превратился в опасный момент. После скидки партнера нападающий командой решился на удар. Вратарь не среагировал, а мяч, к несчастью футболистов красным, попал в каркас ворот. В сборной Илабужского института такого преимущества было мало. Уже на 10-й минуте игры им удалось довести счет до крупного. А Камарат Бегенжев принял участие в розыгрыше углового и отличился самостоятельно. После взятого таймаута Мехмат решился на повторение единственной опасной комбинации. На этот раз розыгрыш мяча в центре поля и удар Ильдара Осипова принес успех. Мяч угодил ворота. 3-1. Математики сумели отодвинуть игру от своих ворот, но не имели подходов в атаке. В свою очередь и Лабужцы не неслись вперед. Счет во второй половине первого тайма не изменился. В заключительной половине встречи гости продолжили громить своего соперника. Сначала после красивой комбинации отличился Азиз Курбанов. А после Дамир Гельфанов оказался первым на добивании. Мехмат ответил опасной контратакой, но нападающий с ударной позицией пробил мимо ворот. За минуту до конца матча Ильдару Осипову удалось оформить дубль. После удара Александра Игнатьева он был самым расторопным около чужих ворот. В оставшиеся секунды вся четверка футболистов и мимо понеслась вперед. Однако самый явный шанс забить снова был у Илабужского института. Уже по окончании игры Сиевуша Минзода пробивал штрафной удар за шестой командный фоу соперника. Но счет на табло не изменился. Как итог 5-2 победа Илабужцев и дебютанты турнира уже в 1-4 финала. Адель Хайсаров, Яна Зиновьева, Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас была Неделя спорта. Что будет дальше? Посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова